Добрый вечер, в эфире Баку-ТВ субботний выпуск новостей в студии Сара Гамзаева. Вначале коротко о главном. Для подписания мирного договора между Баку и Ереваном важно внести изменения в конституцию Армении. Президент Ильхам Алиев рассказал генсек ОБСЕ о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Армянские пограничники до смерти избили гражданина Ирана, дальнобойщика азербайджанского происхождения. В соцсети распространили кадры. Официальный Ереван смерть азербайджанца не подтверждает. Иран за создание сильного региона без гегемонии. Новоизбранный президент Ирана обратился к миру с программным посланием. Перед стартом летних Олимпийских игр 2024 министр спорта Франции искупалась в сене. Что означало этот шаг французского чиновника? Сегодня в выпуске. Утвержден меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики и комиссией по госслужбе Федеративно-демократической республики Эфиопия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Для подписания мирного договора между Баку и Ереваном важно внести изменения в Конституцию Армении и на конституционной основе положить конец территориальным претензиям к Азербайджану. Об этом президент Ильхам Алиев рассказал на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен мирной повестке. 13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмидт. Передав на встрече поздравления по случаю проведения КОП-29 в Азербайджане и еще раз подчеркнув, что примет участие в этом мероприятии, Хельга Мария Шмидт сказала, что в рамках КОП-29 осуществляется активное сотрудничество между нашей страной и ОБСЕ. Глава государства отметил, что в Азербайджане пройдут многочисленные мероприятия, связанные с КОП-29. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как предыдущий председатель движения Неприсоединения, и страна, входящая в настоящее время в тройку этого института, а также имеющая тесные связи с Европейским Союзом, продолжит усилия по наведению мостов и укреплению общей солидарности между различными сторонами. Президент рассказал о политике нашей страны в области зеленого перехода и мерах, принимаемых в этом направлении. Отметив, что малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке Дня Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что совместно с организацией Commonwealth ведется работа по созданию специального фонда для малых островных государств. На встрече обсуждался вопрос региональных коммуникаций. Коснувшись важности проекта «Зеленого коридора» «Каспийское море-Черное море», Хельга Мария Шмидт подчеркнула, что проект «Зеленых портов» имеет особое значение в повестке Дня ОБСЕ. Она отметила, что в рамках визита в нашу страну посетит Международный морской торговый порт Алят. Гостья сообщила, что создан региональный центр мониторинга окружающей среды и затронула вопросы сотрудничества в этом контексте. Она отметила, что в целом вопросы экономики и окружающей среды занимают важное место в повестке Дня ОБСЕ, и эти проекты способствуют построению доверия. В коде беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной мирной повестки. Глава государства подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке и отметил, что для подписания мирного договора важно внести изменения в Конституцию Армении, на конституционной основе положить конец территориальным претензиям к Азербайджану. Хельга Мария Шмидт коснулась деятельности по гуманитарному разминированию. Заявив, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель наши территории были массово загрязнены минами, президент Ильхам Алиев сказал, что произошло около 370 инцидентов. В результате взрывы в мин погибли и получили ранения много людей. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке ОБСЕ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегра Якову Милатовичу по случаю национального праздника этой страны. Поздравителем послания отмечается, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегром имеют хорошие традиции. Динамика развития межгосударственных отношений двух стран, расширение сотрудничества в различных сферах вызывает удовлетворение. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что и впредь будут прилагаться совместные усилия для укрепления отношений между странами, полного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости. Продолжаем выпуск. Армянские пограничники избили гражданина Ирана, дальнобойщика азербайджанского происхождения. Армянские СМИ пишут, что по факту в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело. Отмечается, что гражданин Исламской республики Иран был признан потерпевшим и был допрошен, в ходе чего якобы заявил, что не имеет никаких жалоб. Между тем ряд СМИ сообщает, что армянские пограничники убили дальнобойщика азербайджанца. Пограничники Армении на КПП Нурдус на ирано-армянской границе жестоко избили дальнобойщика азербайджанца. Такое сообщение и кадры, на которых избитого мужчину приводят в чувство, появилось в сети накануне. Согласно информации, инцидент произошел на национальной почве. По поступившим сведениям, водитель фуры Умид и Мангулизаде в других источниках Амид Кулузаде был задержан в очереди и подвергся унижениям, которые в результате вылились в физическое насилие со стороны армянских охранников, а по некоторым данным – сотрудников армянской таможни и погранслужбы. Ситуация возникла из-за систематических задержек и создания искусственных препятствий для иранских водителей, происходящих преимущественно из числа азербайджанцев. Источники сообщают, что армянские пограничники разрешили проехать через КПП Нурдус на ирано-армянской границе только водителям армянского происхождения. А когда водитель попытался выяснить причины задержки и защитить свои права, он столкнулся с жестоким насилием со стороны армян. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но врачи приехали через несколько часов. Иранские СМИ сообщают, что после инцидента генконсульства Ирана в Армении направило официальную жалобу в полицию, требуя провести расследование и привлечь виновных к ответственности. И приводят слова генконсула Ирана в Гафане Марте Заби Дзинварам, который якобы заявил, что состояние избитого водителя хорошее, и его отпустили домой. Однако позже появились другие сообщения в соцсетях о том, что водитель скончался. Позже МВД Армении распространило заявление, в котором сообщалось, 12 июля иностранный гражданин сообщил в Мегринское управление ведомства, что 11 июля около 22.15 на стоянке возле пограмперехода Мегри у него произошел конфликт, и за очередью сотрудникам указанной автостоянки, который дважды ударил его кулаком по лицу. Пресс-секретарь армянского МВД сообщил, что в результате действий сотрудников Мегринского управления полиции МВД личность, причинившего телесные повреждения лица, была установлена уже в день происшествия. 25-летний житель Агарака явился в полицию и признался всодеянным. Он и документы по делу были отправлены в управление Следственного комитета по Сюникской области. Другой информации пока не поступало. В процессе нормализации армян-азербайджанских отношений все еще остаются несколько открытых вопросов. Об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Азербайджана Фархада Абдуллаева, посвященной 26-й годовщине начала деятельности суда. В статье отмечается, что об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня, принимая делегацию Тюркпа. Касаясь важного момента, связанного с Конституцией Армении, глава азербайджанского государства совершенно справедливо подчеркнул, что пока нынешняя Конституция Армении остается неизменной, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно. Сотрудники полиции в рамках комплексных мероприятий в очередной раз обнаружили в городе Ханкенди оружие и боеприпасы. Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в частности, в период с 6 по 12 июля были обнаружены и изъяты 9 автоматов, 2 пистолета, 8 вручных гранат, 4 ружья, 2 мины, 7 взрывателей, 7 штык-ножей, 602 патрона различного калибра. Кроме того, в селе Беюк-Галадар-Аси, города Шуша, обнаружены пулемет, автомат, пистолет и ружье. Войнослужащие Азербайджанской армии. И определили координаты наземних целей условного противника. Азербайджанской армии. Азербайджанской армии. К другим новостям. Новоизбранный президент Ирана обратился к миру с программным посланием «Иран за создание сильного региона без гегемонии», говорится в обращении. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезышкиан сформулировал приоритеты внешней политики страны в программной статье под заголовком «Мое послание новому миру» на страницах Техран Таймс. Новая администрация Ирана будет прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией стратегическим союзником. «Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. И моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества», пишет иранский президент. Также глава Ирана заявил, что он и его правительство готовы активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира для народов России и Украины. «Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз», отметил Пезышкиан. Также новоизбранный глава Исламской республики обратил внимание на важность дальнейшего развития отношений с Китаем, подчеркнув, «Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного всеобъемлющего стратегического партнерства, и мы с нетерпением ожидаем более широкого сотрудничества с Пекином по мере нашего продвижения к новому мировому порядку». Важными направлениями внешней политики нового руководства Ирана Пезышкиан назвал развитие отношений с новыми международными игроками на глобальном юге, особенно с африканскими странами, а также с государствами Латинской Америки. В своем послании «Миру» президент Ирана отдельно и подробно написал об отношениях с США и Европой. «Штаты и их западные союзники серьезно подорвали договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы сфабриковать кризис в отношении мирной ядерной программы Ирана», говорится в статье Пезышкиана. Иранский президент призвал США скорректировать свою политику, потому что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие. Также новоизбранный президент Исламской Республики пообещал призвать соседние арабские страны использовать все политические рычаги ради постоянного прекращения огня в секторе Газа. И отметил, что Иран рассчитывает на сотрудничество с Турцией, арабскими странами и региональными организациями. Пезышкиан планирует укрепить отношения с соседями, чтобы создать сильный регион, где никто не будет доминировать. Перед стартом летних Олимпийских игр 2024 министр спорта Франции искупалась в сене. Ее сопровождал паратриатлет Алексис Ханкингвант. Министр спорта Франции Амелия Удеа Кастера искупалась в реке Сена перед стартом летних Олимпийских игр 2024. Об этом сообщает RMC Sport. «Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы? Это потрясающее обещание выполнено, я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет», заявила она. Отметим, что Амелия Удеа Кастера плавала не одна, ее сопровождал паратриатлет Алексей Ханкингкан. К слову, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анны Дальго также обещали проплыть по сене, чтобы доказать ее безопасность для проведения соревнований по плаванию. Напомним, что купание в сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды. Вода в реке оказалась сильно загрязнена после того, как в нее попало 50 тысяч кубических метров канализационных вод. В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в сене, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде, были отменены из-за загрязнения воды. Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Это были все новости к этому часу. Напомним, что вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют. Также пишите нам на наши аккаунты в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на АС-Телеком и БАК-Телеком. В 18-м канале сети нет, в 2-м канале на Коннект ТВ, в 12-м аналоговом и в 22-м цифровом каналах КТВ, на Айля ТВ, по АйПи на 66-м, на цифровом 16-м и аналоговом 13-м каналах. Также в Баку ТВ смотрите на АТВ+. Всего вам доброго, до скорой встречи и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин